Внимайся! Теперь ровно чертова дюжина. Несуеверные Пушкарёва надеются, что на этом мистика и закончится. Два клеща, не отходя от дома. Сняли. Больше всех досталось 10-летней Насте. Сразу 7 клещей сняли. Ну, когда мама сказала, что там у меня клещ, я испугалась. А чего я не испугалась? Ну, я думала, что он каран энцефалитный. За клещом в лес не ходи насекомые настолько активны, что в безопасности люди не чувствуют себя даже в доме. Муж работал на крыше, на бане. Зашел домой, снял рубашку. Ну, чай попил, обратно пошел. Рубашку стал одевать, а на рубашке с внутренней стороны клещ уже сидел. Просто вот через ограду прошел, там ни травы, ничего нет. Там даже еще лед лежит местами. Не растаял. Кровавый след паразита привел на соседний участок. Клещи ползут из заброшенного дома. Ну, я вот там очень много сухой травы, и вот оттуда они ползут. Очень много их там. И не знаем даже, чем обрабатывать эту землю, чтобы они оттуда не шли. Откуда знаете, что они именно оттуда? А вот как мы вот на огород выходим, вот в эту сторону, все обязательно, три-четыре клеща с себя снимаешь. Что за адское место, гадают врачи, и кто разбудил зверя? Только ли солнышко от такого нашествия в деревнях отродясь не видели? Так, чтобы вот прям семь клещей было на одном человеке, такого вроде не было. И здесь примечательно этот случай тем, что ребенок в лесу не был. Карту экстренного сообщения мы обязательно в СЭС подаем тут же. Похоронить заразу способна санобработка, но отравы даже на парке и детские лагеря не хватает. А у Пушкаревых насекомых свой счет – огненный. И внизу.